Демон Хираньяка Шипу Мог его повергнуть ни зверь, ни человек, ни днем, ни ночью, ни в доме, ни снаружи, ни на земле и ни в воде, и всех заставил поклоняться демон себе, как величайшему на свете. Один из сыновей его, Прохлада, учился мудрости и преуспел в учении. Когда же Хираньяк Шипу спросил его, чему тот научился, Прохлада отвечал, молиться Вишну. Но Вишну, враг мой, как ты можешь врагу всех демонов молиться? Тебе уж лучше стоит владеть оружием научиться. О нет, ведь Вишну есть во всем. В богах и демонах он тоже. «Бороться не с кем нам», — Прохлада отвечал. Отец его рассверепел, чтобы расправиться с Прохладой, в котором лишь врага теперь он видел, велел его к колонне привязать. Отец, ведь Вишну есть и в той колонне, он и в мече твоем. Над верой сына насмехаясь, Хираньяк Шипу в злобе пнул колонну со всей силы. И тут, о ужас, из колонны появился наполовину лев, наполовину человек со страшными клыками и когтями. Он Хираньяк Шипу подхватил и, оттащив к порогу дома, через свое колено перекинув, его убил. В том облике свирепом, получеловека-полу-льва, сам Вишну был. И справился он, наконец, со страшным демоном, которого, казалось, никто не мог повергнуть. Да будет славен Нарасимха, Вишну воплощенье!